Создание сериалов и полнометражных фильмов — это всегда работа большой команды, гигантского организма. Давайте вместе вспомним, какие профессии бывают в большой анимации, какие специалисты отвечают за различные сегменты, складывающиеся в единый успешный образ на наших экранах. Например, существуют сценаристы, которые большими командами разрабатывают поэтапно каждый элемент сюжета, прописывая интересные диалоги, применяя различные формулы для написания запоминающихся сюжетных поворотов, поддерживающих интерес зрителя. Концепт артисты креативят над эффектными дизайнами, стараются учитывать специфику не только протагонистов и антагонистов, но даже персонажей второго плана, делая запоминающимися. Специалисты в области раскадровки хватаются за готовые сценарии и совместно с режиссерами прорабатывают подробный скелет будущего произведения, учитывают локации, движения персонажей, предполагают грамотное позиционирование камеры, чтобы заранее знать, на что зритель должен обратить внимание. Саунд-дизайнеры, композиторы и актеры озвучки дают героям уникальное звучание, создают нужную атмосферу, звуковое сопровождение спецэффектов и даже мельчайших шорохов в кадре. Привет! И если уж мы с вами станем говорить о самой сложной и сочной работе, которой занимаются непосредственно аниматоры, то нам придется потратить уйму времени, чтобы перечислить подробно каждый сегмент работы. Здесь мы вспомним и про ригеров, и про аниматоров различных узких сегментов и направлений, вспомним про разницу между 2D и 3D специалистами, которые работают в самых разных программах и над разными задачами при создании материала, от лицевой анимации до визуализации задуманных спецэффектов, фонов и декораций. Но что делать людям, которые безумно любят анимацию и горят желанием стать частью этого колоссального организма? Однако душа не лежит к освоению сложных узконаправленных инструментов, не хватает жизненного опыта для написания сценариев, а рисование вообще кажется чем-то запредельно сложным, как и тонкое понимание звука. Для таких людей мы приготовили небольшой рассказ о захватывающей профессии, которую можно окрестить секретным ходом в мир большой анимации. Однако мы обязаны предупредить вас, что эта специальность поначалу может показаться запретным темным искусством, в рамках которого приходится сочетать несочетаемое, вдыхать жизнь в элементы природы, управлять светом и тьмой, мощными взрывами и течением рек. Вы готовы познакомиться с этим мистическим тайным искусством большого кино? Тогда поехали! Речь в этом ролике пойдет о композитинге. Для начала давайте разберемся в терминологии, чтобы в голове не возникала путаница, чем именно занимается специалист по композитингу. Если говорить вкранце, то композитинг позволяет объединять в одном кадре несколько разрозненных компонентов, снятых и разработанных в разной стилистике и даже в разных программах, максимально гармонично и естественно вписав элементы в структуру общей картины, совершенствовать визуал. Однако не стоит путать композитинг с комбинированной съемкой. Например, кукольные персонажи в оригинальной трилогии «Звездные войны» — это комбинированная съемка. А вот битвы живых актеров с анимированными кукольными чудовищами из фильмов «Миллион лет до нашей эры» и «Ясон и Оргонавты» — это уже заслуги композитинга. Прием «Палет тайм» из известной картины «Матрица» — это спецэффект комбинированной киносъемки. Но вот добавление красиво летящих пульс, отрисающих воздух, приведение элементов в гармоничный цветовой фон — это уже композитинг. Во фразе «Композитинг спасает любой фильм» нет ни капли преувеличения. Мало того, что грамотный подход позволяет здорово сэкономить бюджет и не мучиться с изобретением новых сложных технологий, но композитинг еще и сильно украшает сцену, позволяя добавить интересные детали, насытить кадр, даже банально создать необходимый для фильма эмбиенс. Главное — воображение, правильное ТЗ и знание базовых инструментов. Вот, например, возьмем сцену выхода персонажа из пепелатца в фильме «Киндзадзе». Бессмертная картина Георгия Данелия и так прекрасна. Но давайте немножко поиграем, пофантазируем и, например, добавим в кадр несколько новых элементов — столбы дыма из пепелатца, остов разрушенного здания и силуэты двух небесных тел. Моментально мы получаем совершенно другую экспозицию, совершенно новый сеттинг. Как вы правильно могли догадаться, работа с пресловутым хромакеем во всех современных блокбастерах — это тоже композитинг. Но как же используется композитинг в анимации? Для анимационного фильма композитинг — это буквально дыхание картинки, придание ей жизни и реалистичности. Благодаря композитингу анимация получила возможность совмещать несовместимое, создавая для зрителя абсолютно новый опыт. Мы уже рассказывали про так называемую 2,5D-анимацию в одном из прошлых роликов, где объясняли всю значимость создания глубины картинки при помощи игры света и тени. Именно за это совмещение и отвечает композитинг. Добавление в двухмерную анимацию эффектов расфокуса, блюра, многоуровневого задника, световых бликов, имеющих изначально трехмерную природу — это задача композитинга. И наоборот, если нам нужно внедрить двумерные визуальные эффекты в 3D-анимацию, но сделать это эстетически привлекательно, чтобы у зрителя не резало глаз и создавался эффект ожившего комикса, это тоже сфера задач профессионального композера. Давайте посмотрим вообще весь мультфильм на совмещение несовместимого. Звучит абсурдно? Нет, это звучит как ключевое решение для создания сериала «Удивительный мир Гамблла», где все персонажи пришли в единую сцену из совершенно разных техник — 3D, кукольная анимация, стоп-моушен, лимитированная анимация, и тем не менее, благодаря искусству композитинга вся плеяда разных существ гармонично и интересно взаимодействует на экране. Аниматоры в разных программах, в разных техниках оживили персонажей, а специалисты по композитингу сделали так, чтобы все это смотрелось вместе, естественно. Интересный исторический факт. Благодаря композитингу в индустрии развлечений родился устойчивый фразеологизм «раскачивать лампу» — «бампинг за лэмп». Выражение означает ситуацию, в которой специалисты потратили много времени на решение кратковременной проблемы в создании конечного высококачественного продукта. Но итоговый пользователь не заметил или не обратил внимания на этот результат. Крылатая фраза родилась благодаря одной из сцен фильма «Кто подставил кролика Роджера». Задача объединить мультяшек и игровое кино была не из легких. И особенной проблемой стала сцена, в которой Валиант с Роджером заходят в подвал и задевают люстру. Поток света раскачивающейся лампы постоянно менял тень персонажей. Для кинокамеры в этом никаких проблем нет. В реальной жизни мы вообще не обращаем внимания на то, как меняется наша тень в зависимости от источника света. А вот для анимированного Роджера нужно было вручную создавать каждый кадр меняющейся тени. Однако конечный зритель не заметил ничего особенного в этой сцене. С тех пор любой процесс, на который авторы потратили уйму сил, но зритель не оценил по достоинству страданий, и называется «раскачивать лампу». Но тут мы с вами должны понимать важную вещь. Если бы команда аниматоров тогда не потратила тонну времени на одну единственную сцену, то зритель бы точно обратил внимание на то, что с тенями что-то не так, и назвал бы фильм халтурой. И вот в этом кроется основная задача спецакомпозера — сделать так, чтобы кинокартину никто не обвинил в низком качестве. Не бойтесь, что однажды вам придется раскачивать лампу, ведь в наши дни специалист по композитингу потратил бы в 10 раз меньше времени и нервов, чтобы создать игру света и тени на двухмерном персонаже, ведь с тех пор технологии шагнули далеко вперед. Для освоения композитинга вам не понадобится топовое железо для компьютера и дорогущие видеокарты, для которых придется докупать сложные системы охлаждения. Главное для композитинга — это оперативка вашего компа. Если достать дополнительный RAM не проблема, то следующий этап — это внимательно изучить возможности программы Adobe After Effects и, при необходимости, программу Nuke. И, конечно, понадобится найти специалиста, который обучит вас искусству совмещать несовместимое. Впрочем, эту проблему мы уже решили за вас, создав курс «Композитинг анимации в Adobe After Effects». Взгляните на любимый пример нашей школы. Преподаватель магического композитинга Яна Порошина создала из статичной двухмерной картинки 12-секундную анимированную сцену, наполненную жизнью, атмосферой, волшебством. Представляете, сколько реального времени продакшена может сэкономить один специалист по композитингу? Только вдумайтесь, какие сказочные перевоплощения можно создать на экране, имея на руках всего лишь один и тот же набор из фона и движущегося персонажа? Очевидно, что рынок современной анимации очень нуждается в хороших специалистах по композитингу. И большие студии готовы щедро наградить алхимика, который за один рабочий день способен поменять целиком настроение всей картины. Представим себе, что студия выполняла какой-нибудь коммерческий заказ, рассчитывая презентовать рекламный продукт жарким летом. Однако что-то не задалось, заказчик приостановил релиз ролика и вновь вернулся к нему только к новогодним праздникам. А в кадре-то уже были созданы летние жаркие мотивы. Не перерисовывают же каждый кадр, ручками создавая в ролике снег, стужу, перекрашивая все яркие теплые тона в холодные зимние. Тогда на помощь и приходит добрый волшебник-композер, который при помощи всего одной программы и собственной фантазии, практически ни капли не меняя в оригинальном контенте, создает для него зимнее, холодное настроение. Если вы готовы стать могучим властелином небесных тел, элементов природы, погоды и даже света и тьмы, то добро пожаловать на курс композитинг-анимации в Adobe After Effects, где вас ждет масса открытий и готовый портфолио. Только давайте заранее договоримся. Освоив эту профессию, вы не будете направо и налево рассказывать людям о своих новых суперспособностях, иначе вам придется на части разорваться, чтобы успеть выполнить все заказы, которые на вас вполне могут свалиться.